всем привет вы на канале кибернетической лаборатории и сегодня вы увидите вторую часть видео про пузырьковый дисплей всем кто не видел первую часть советую посмотреть ссылка на первую часть будет в комментарии под видео итак давайте обо всем поподробнее первый опыт показал что взаимное влияние воздушных пузырьков происходит как вертикально так и горизонтальной плоскости это лечится увеличением расстояния между пузырьками в обоих плоскостях на 4 сантиметра то есть вот четырех сантиметров они уже не влияют практически друг на друга но если разнести сопла на такое расстояние то буквы будут нечитабельны второй вариант решения этой проблемы это можно создать каждому соплу свой канал каналы могут быть из трубок стеклянных или акриловых но я вспомнил что мне и знакомый занимающийся лазерной резкой ссылка на его сайт я оставлю под видео в комментарии я обратился к нему и уже после отправки чертежей через час он мне позвонил и сказал что я могу подъехать и все забрать для того чтобы нарисовать стиль файлы у меня ушло примерно пять минут рисовал его в первом найдено мной в интернете онлайн редакторе он настолько простой что мне кажется даже первоклассник разберется с его функциями управления ну что ж мне уже не терпится собрать все эти акриловые детальки в кучу но сначала я сниму с них защитную пленку пленка удалена теперь можно приступить к сборке и склеиванию все склеил цианно-акрилатным клеем держится надежно теперь давайте вернем трубки на свое место чтобы не заломить силиконовые капилляры и вместе их изгиба вклеил алюминиевую трубку диаметром 12 миллиметров теперь давайте понаблюдаем как при заполнении емкости глицерином акриловые перегородки начнут медленно исчезать железо не изменилось все осталось в том же виде кратце пробегусь по нему для тех кто не видел первую часть коллектор сделан из 20 кубового шприца а штуцеры из двухкубовых в качестве демпфера служит обычный воздушный шарик силиконовые соединители между клапанами и коллектором взяты от тех же систем для перелива крови для управления электроклапанами я взял драйвер шагового двигателя собранный на микросхеме улэн 20 03 управлять всем этим делом будет arduino nano при помощи энкодера можно регулировать размер воздушных пузырьков и расстояние между ними на всякий случай дублирую схему подключения в коде ничего существенного не произошло добавил заглавные русские буквы плюс цифра потом еще добавил библиотеку на его пиксель чтобы включить синюю подсветку все остальное осталось не тронутым ну а теперь смотрим результат моего творчества что хотелось бы отметить благодаря акриловым перегородкам взаимное влияние боковых пузырьков между собой полностью удалось исключить избавляться от вертикальной зависимости я не стал так как это бы нарушила геометрию бу но я считаю результат вполне удовлетворительным если сравнивать с прошлым проектом то прогресс налицо а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»